Владыка Ануфрий Но тем не менее, вы продолжаете занимать достаточно жесткую позицию в вопросе военного конфликта в Донбассе. В чем причина и почему вы не хотите пойти на компромисс с властью, учитывая то, в какой тяжелой ситуации на сегодняшний день оказалась Украинская Православная Церковь Московского Патриархата? Время того, что это будет та человек, тот герой, который организует или восстановит царство Израильское. Но этого не случилось. И когда Христа спросили про это, то он сказал, что «Мое царство, которое я проповедую, не из этого света». И спаситель делал много чудес. Когда Господь воскресил праведного Лазаря, то очень много людей вернули в него. И собрался Синедреон, правосвященники, фарисеи. И они сказали такую вещь, что, смотрите, все люди идут за ним. Если так дальше будет продолжаться, то придут римляне и завладают нами. То есть они считали, что эти действия спасителя, которые он любил, это не патриотичные действия. И когда спасителя судили, то вина у него была указана, что он противник Кесаря, то есть римскому царю, императору. Робляючи висновку из всего, что сказано, то наш спаситель, Господь, был виноватен в том, что он не был патриотом, что он не поддерживал политические идеи, которые существовали на той же время, на которой он жив. Но кто может сказать, что это правда? Спаситель пришел, чтобы всех людей обняли, спасли, вызвали от греха. Ему такой ярлык пришли. И Господь сказал, что как за мной поступали, так будут поступать и с вами. Мы являемся церковью Христовую, каноничную церковь, это церковь, которая базируется на тех постановках, которые Христос дал и дали апостоли. И на все времена, сколько наша церковь существует, нас всегда, когда хотели шумовать, то нас за них звинувачивали, что мы не патриотами. Хотя больше патриотов, чем наша церковь, я не вижу и не вижу никогда. Извините, а в чем этот патриотизм выражается? А патриотизм выражается в том, что, если я патриот, я хочу блага своей земли, я хочу блага своему народу. Как эти блага получать? Кто есть податель благ? Это и Господь. Господь подает блага, не мы, а Бог даёт блага. Если я служу верно Богу, если я выполню Божьи уставы и правила, и законы, то я патриотом, потому что через меня грешника, который старается выполнить эти законы, иде благословение Божьего на нашу землю, на наш народ. Если я этого не делаю, я живу супереч божественным законам, то я могу себе проломить грудь кулаком, что я великий патриот. Я делаю шкоду собе, своему народу и своей земле. Потому что через греховный сосуд Божья благодать не продается на землю. Так что наша церковь, она всегда была патриотом, она и есть патриотом. Но дело в том, что наш патриотизм выражается в том, что мы закликаем людей жить с Богом, быть в мире с Богом. И в этом мы находим для себя счастье. И через это мы попросим благодать Божью на свою землю, на свой народ. Вже теперь конкретно сказать про войну, яка точится на Сходе, то я хотел бы сказать, что эта война є громадянской. Потому что я это говорю не просто кого-то повторяю, но я знаю, особисто знаю, от епископов, которые там служат, знаю от моих знакомых людей, что батько в национальной гвардии, сын в повстанской армии, много друзей, брат на одной стороне, другий брат на другой стороне, много друзей, которые живут в Киеве, родом из Донецка, они говорят, что их друзей воюют на той стороне. Они на нашей стороне, которые живут здесь, а те воюют на той стороне. Ну, конечно, когда идет военный конфликт, есть военный конфликт, и это была громадянская война после революции 1917-го. То там были и, ну, как бы, до того конфликта завжди, ну, прилипают какие-то мародеры, и какие-то неческие просто люди, билцы, там, криминали, там, что хочешь. Вот. И теперь у нас в войне брата убившие тоже прилипают всякие. То есть и мародерство, есть и всякие жестокости, которые там делаются. Но это не есть, это не те люди, которые воюют, которые являются причиной этой войны. Это и брат убившая война. И поэтому церква, как после революции 1917-го, так и после революции гидности, которая была в 1913-м, в 1914-м году, церква закликала, чтобы люди примирилися один за одним, чтобы люди простили один за одним, потому что через это мы сбережем ценность своей государства и Украины. Через это мы дамо возможность развиваться нашему народу. Через это мы дамо возможность и кого-то прогрессу, и ментального, и материального. Но если этого не будет на основе войны, крови, то ничего доброго не можно развести. Поэтому церква закликает, чтобы люди нашли в себе силы, и простили один за одного, и перестали убивать один за одного. Это позиция церква не сегодня, она была позицией после 1917-го, она была позицией и в инши часы, когда были такие войны, когда наши князья, то есть князи, еще при Святом Володимии там поставали, один убивал, одного брата убивал, там Святополк, там потом снова воювали один князь против другого, то наша церква, каноническая церква, она тогда иснувала, она закликала, что ничего не делать, прощайте один за одного. И за это выгоняли этих монахов, и писькуков, выгоняли, ненавидели. А потом бачили, что они были правы, когда примирялись. Так что я думаю, что и нас зразумеете. Вы хотите сказать, что гражданская война, которая возникла после революции 1917-го года, русская православная церковь не поддерживала ни одной из сторон? Ни одной из сторон не поддерживала. Хотя влада, она требовала від церкви, чтобы церковь поддержала их позицию. Ну, радянская влада, звичайно. И были таки священники, епископи, которые все сделали, політизированные, которые стали на ту сторону и начали, ну так они называются, обновленцы. Они начали, значит, пропонировать свои послуги, что вот что сказать, то сделаем. Лишь у нас посидят, все на это кресле, это рядом с вами. Будем тут сидеть, и все. А будем делать, что скажете. Ну, они пропали всі. Их возненавидят навіть тих, кто ними користовался. Потому что зрадника никто не любит. Зрадником користуются, но его никто не любит. И сегодня у нас есть тоже десполитизированные и епископы, и священники, которые очень хотят попасть в строю политической церкви, и они очень там все витают. Но это нечестно. И это неправильно. Даже это в Украинской Православной Церкви Московского патриархата? Ну, думаю, что у нас тоже есть такие. И это неправильно и нечестно. Это нужно давать ответ Богу. Как я могу, маму, которая пришла до меня, до меня много маме приходят, которых сына погибли на войне, из украинской армии и из той армии, но из той армии до меня не приходят, там приходят до тех епископов наших. И мы не можем, я не могу маме доказать, и утешить маму, что, ты знаете, я не имею аргументу, я бы ее заспокоить. Что вы знаете, что ваш сын загинул тому-то, тому-то, он захищал ценность Украины, там-то. Я не могу, она... Ей ничего не треба, есть сына треба. А мы живем среди таких людей, простых людей. Я поважаю владу. И люблю владу. Вони поставлены Богом. Но Бог поставляет владу для того, чтобы она утворяла волю Божию. Для того, чтобы она утворяла мир, а не для того, чтобы она вела войну. Так что, я люблю владу, и поважаю владу. Но прошу, чтобы они все возможны, чтобы война была прекращена. Что я не делаю компромиссии, не делаю и не выступаю. В том, что не перечить Божьему закону, я делаю компромиссии, выступаю, и делаю то, что я могу делать. Но то, что касается канонических правил, и життя церкви, как она керуется, уже у нас, на нашей земле, больше тысячи лет, а в самом деле в истории больше двух тысяч лет, в церковь никогда не поступала, она и не может поступать. Если я так сделаю, если я пойду на компромисс, мы перестанем быть в церкви. Церковь будет, но я уже буду поза церковью. А я всего не хочу. Я хочу быть в церкви. Еще один вопрос, он волнует меня, и я точно знаю, что он волнует очень многих людей. Почему Бог допускает по нему? Ведь в Евангелии сказано, я не ручаю за точность цитаты, что все происходит по воле Божьей, и даже волос головы не падает. Получается, что Бог смотрит на все, что происходит с неба, на нас сверху, и смотрит, как сновец попадает в жилый дом, и маленького ребенка разрывает на части. Мне очень сложно это понять и вменять. В Святом Евангелии сказано, что и волос с головы люди не падает без воли Божьей. На это относится тех людей, которые живут по воле Божьей. А те люди, которые живут без воли Божьей, они сами себе рвут волосы на голове. Объясняю это иншими словами. Что грех мает властивость расповсюдживаться на поколение, той людини, которая грешит. Добродитель, она также мает властивость расповсюдживаться на потомство той люди, которая творит добродитель. И в Святом Письме сказано, что если человек делает добро, то благословение Божье расповсюдживаться на тысячи родов этой людини. Если человек делает зло, то следствия зла, следствия зла, они расповсюдживаться до третьего, четвертого поколения. То есть, если я делаю грех, то у одного греха стрядают мой сын, мой внук, и еще может право внук стрядают. И то, что творится в война, то в этом не Бога, а виновата людина. Людина, обдарована от Бога свободной волей. И человек сама хочет воювать, она не слушает Бога, и делает эту войну. И в этой войне Бог не виноват, а человек виноват, она и делает эту войну. А если дети помирают внаслідок войны, что там попал снаряд, то это также за это отвечают те, кто воюет, а не Бог. Бог не хочет, чтобы кто-то загинал, чтобы дети гинули. Но этого хотят те, кто грешат. Но может быть остановлено. Может остановить, но тогда будет порушение свободы воли людини. То есть, человек станет, как животное. Потому что свободы воли – это властивость образа Божия, который есть в людине. Что такое мать в себе образ Божия? Это быть способным наслаждаться счастьем, наслаждаться благами, наслаждаться миром, радостью. Если этого образа не будет у человека, она этого не будет иметь. Она будет, как животное. Поедет, поспал. И снова поедет, снова поспал. И пару лет и пошла в землю, и все, и кинец в цьем. А образ Божий даёт людину возможность наслаждаться благами, которые Бог мать в себе и даёт через образ этой человеке, может, мать возможность наслаждаться тут и мать продолжение этой наслажды в вечности. Поэтому Бог не забирает у человека эти властивости, чтобы Бог сказал, а, ты, значит, хочешь войны, значит, я свободу воли забираю от тебя, а ты не хочешь войны, тебе даю, это будет несправедливо. Даже та человек, от которой Бог забрал свободу воли, воно может потом сказать Богове на старшем суде, что вот ты, Господи, я бы не пішел на войну, я лишь так показал, что я иду, а я бы не пішел, я бы никого не убивал, ты просто не дав мне важливости. А Бог даёт возможность людям реализации этого образа, но хочет, чтобы этот образ реализировал по воле его, в добре, а не в зле. Тому виноватые за войну не Бог, а люди и виноватые за те, чтобы умирают дети на войне не Бог, а те, кто творит войну. Наверное, в самой тяжелой ситуации находятся сейчас люди, которые живут в прифронтовой зоне с обеих сторон. Что вы можете им пожелать и какое слово можете им сказать? Я хочу сказать им, что они не самые грешные, как это кто-то думает, что они страждают от войны. Я говорю про простых людей, которые не имеют никакого отношения к войне, не про творцев войны, они не самые грешные, которые страждают от войны. Как Господь когда сказал, что там башня упала на людей, побила их, то они не были самыми грешными. Но если вы не покаетесь, то все так погинули. И Господь через них показывает нам, что если мы не будем жить по воле Божьей, то нас это саме ждет. Меч вас поедет. Это библейское слово. История израильского народа это история на все времена. такой изразок, как когда евреи жили с Богом. Благополучие было, земля родила, дети развивались, все было счастье. Лишь начали отходить от Бога. Голод, мор, война, меч, потопчие, потопчие, потом снова покаются, снова живут благополучно. Доброе. Потом снова начинают говорить, снова таке самое за ними случается. Это много раз повторилось. И это повторится в таком уже святовом масштабе. Не живемо с Богом, сами соби делаем войну, сами мы в этом виновать. Покаяемся, повернемся до Бога, все прекратится, и будет снова доброе, красивое и мирное життя. А этим людям, которые страждают, желаю Божьего благословения, чтобы они были мужними, а Бог их не покинет, чтобы они жили с Богом. Бог их покинет, они все вытерплят. Спасибо вам большое. Большое, да се, господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова